Время новостей региона. С вами Валентина Скворцова. Здравствуйте. В регионе проснулись клещи. Зафиксировано уже семь присасываний под ударом жителей южных районов. Прежде всего, Котловского, Вельского, Велегодского, Устьянского. Насекомые являются переносчиками вирусных заболеваний. Самая распространенная и опасная – клещевой энцефалит. Наиболее эффективным способом профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В лечебно-профилактических учреждениях области вакцина завезена и приобретена. И, соответственно, нужно обратиться в лечебные учреждения по месту жительства. Коряжма намерена активно поучаствовать в программе развития моногородов. Для этого создана команда, которая проходит обучение в школе управления Сколково. Идет процесс отбора инвестпроекта, который сможет стать ни много ни мало новым драйвером развития города. Об этом глава Коряжма Андрей Ткач рассказал Игорю Орлову во время рабочей встречи. Но начал с позитивных итогов 2016 года. Так, объем инвестиций в городскую казну увеличился в два с половиной раза. Вырос и оборот розничной торговли и общепита. Бюджет в 2016 году закончили с профицитом, отметил Андрей Ткач. По заработной плате прирастаем на 11% средняя заработная плата по городу. Если говорить по, конечно, отраслям, то это значительную долю дает группа «Элим», обрабатывающая производство. Там средняя заработная плата составила 45 500. Традиционно Коряжма в числе лидеров по выделению земельных участков многодетным семьям. Предоставлено более 300 наделов. Массовая застройка ведется в микрорайоне «Зеленый-1» в черте города. Проблема есть. Не весь район обеспечен необходимой инфраструктурой. Не решен вопрос по подведению линий электроснабжения и водопровода. Тогда запишем для себя поручение Министерству ТЭК и ЖКХ подготовить обращение в адрес электроснабжающей организации с предложением совместно провести работу по подключению. Мы можем это в тарифе учить, мы можем по-разному учесть это. Но то, что это надо делать, электричество в первую очередь, я полностью с этим согласен. Также Игорь Орлов обсудил с Андреем Ткачем возможности развития промышленного туризма. Развивная кампания в разгаре. Ее итогом должна стать отправка вооруженной силы не менее полутора тысяч северян. Всех призывников с районов области направляют в Архангельский сборный пункт. Здесь будущие солдаты проходят тщательное медицинское обследование, по итогам которого становится ясно, в какие войска ребята отправятся служить. И годны ли они к службе в принципе по состоянию здоровья. Врачи отмечают, за последние пять лет этот показатель поднялся с 70 до 75%. Также растет положительный настрой к военной службе. По данным военкомов, откосить пытаются уже не сотни, а единицы. Престиж военной службы намного повысился. То есть многое интересное стало в войсках, новая техника, новое обмундирование. Лучше стали к людям относиться, социально какие-то вопросы решены. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что не служившие в армии по уважительной причине не смогут впоследствии работать в силовых структурах на государственной и муниципальной службе. Такие перспективы также существенно повысили лояльность новобранцев к вооруженным силам. Котлас в минувшие выходные провел фестиваль индустрии фитнеса и красоты «Бодифест». В нем приняли участие фитнес-клубы, студии и спортивные коллективы. Подробности у Александра Фомина. В программу первого «Бодифеста» вошли показательные выступления по самым современным и популярным направлениям. Бодибилдинг, фитнес, аэробика, йога, пилатес и черлидинг. Данное мероприятие организовано с целью показать жителям различные направления фитнеса, что их очень много, что есть чем вообще любому человеку заняться в фитнес-центре. Это не обязательно тренажеры, это и пилатес, и йога, танец на пилоне. Гостями шоу стала известная в мире бодибилдинга группа силового экстрима «Петербург Атлетик». Ее лидеры Сергей Зибальд, Дмитрий Климов и Дмитрий Крылов на глазах всего зрительного зала разрывали резиновые грелки, закручивали сковородки, сгибали толстые прутья арматуры. Мы мотивируем людей к занятиям спортом, для того, чтобы люди иной раз где-то посмотрели на себя, занялись собой. Если нет возможности приходить в зал, хотя бы ходить на турники, гулять, больше двигаться, меньше сидеть. Ну и, соответственно, здоровое питание не один раз в день или два, а хотя бы раза четыре. Праздник силы и красоты в Котловском дворце культуры шел более двух часов. Каждый номер фестиваля зрители встречали бурными аплодисментами. Очень, да, понравились ребята, хорошо выступили, интересно так, дожигательно. Надо почаще, побольше, на больших, красивых, здоровых людей смотреть. Фестиваль индустрии фитнеса и красоты «Бодифест» еще надолго запомнится зрителям своим потрясающим шоу. Хочется верить, что такой спортивный праздник будет еще одной хорошей традицией в Котласе. Вышел свет очередной номер газеты «Правда Севера». Основная тема выпуска – столетний юбилей издания. Празднование солидной даты состоится 16 мая в областном драмтеатре. Но номер, посвященный юбилею, журналисты решили сделать все же в апреле. Именно в этом месяце, сто лет назад, появилась «Правда Севера». Сотрудники редакции сотворили праздничный номер, передали великую тайну притягательности «Правды Севера». Утром вынесли приговор, а после обеда расстреляли. Об этом в публикации Альберта Новоселова «Расстрельная статья» редактора Сидоренко. На фронт Великой Отечественной ушла почти вся мужская часть коллектива газеты. Многие не вернулись. И сегодня время вспомнить и помянуть всех. В Арктике есть остров имени «Правды Севера». Так его назвал первооткрыватель и внештатный корреспондент газеты. Фотосессия издания – лица тех, кто создавал «Правду Севера» в разное время. Фамилии многих авторов читатель вновь увидит на цветных страницах любимой газеты. Читайте нашу главную газету. Оставайтесь в курсе событий. О развитии событий расскажем в 16 часов на телеканале ПС. Не прощаясь.